друзья всем привет нашел а тут как-то на озоне по очень привлекательной цене японский ратлин и решил себе заказать к сожалению в описании не был указан бренд а была только указана модель приманки но все вроде как бы говорил о том что это оригинал решила все-таки на свой страх и риск попробовать и заказать тем более на зоне там есть возможность возврата и я решил что случае если мне не подойдет и это будет подделка а я верну товар собственно вот пришла мне приманка и сразу же я уже понял что это подделка а точнее рассказать реплика потому что в оригинале такой ратлин выпускается от компании madness которая указана у нас вот здесь вверху упаковки также на задней стороне присутствует такая же надпись ну и визуально ратлин довольно сильно отличается от оригинала мне повезло у меня уже есть оригинальный ратлин прямо в такой же расцветки это вот так вот он у нас выглядит есть у меня еще вот в таком белом цвете ну и сейчас давайте немножечко посмотрим и поглядим в чем же отличие я немножко все-таки расскажу а стоит ли она того вообще брать реплики и стоит ли скажем платить за них или лучше взять что-то другое или японская все-таки начнем с того что визуально упаковки конечно очень похожи но есть все-таки небольшие различия ну основные как это я сказал это название бренда то есть здесь в принципе компания рози даун не скрывает то есть это все-таки реплика они поделка когда указывается прям компании мэдис то есть это просто идет реплика до визуально похоже но сразу как я уже сказал бросается в глаза другая модель а на задней стороне здесь написано популяр in japan что нам говорит надо посмотреть что ну как будто это японская модель ну не произведено короче в японии она оригинале прямо модель japan о чем нам говорит что изготовлена в японии на реплике вот это пластиковая оболочка она немножко такая мягкая то есть легко так поддевается и радлинг легко достается на оригинале уже здесь довольно жесткая это пластиковая обертка этот корпус поэтому есть отличие даже в упаковке теперь давайте посмотрим уже поближе непосредственно наши приманки визуально как видите они довольно сильно отличаются несмотря на то что они оба выполнены синим голубом цвете конкретно рисунок и цвета очень сильно все-таки отличаются если оригинал у нас вот такой вот синенький цвет здесь небольшие точки на теле есть то в реплике он уже какой-то такой из голуба точки очень жирные кривые разного размера с разного расстояния выполнены между собой то есть очень так все не очень-то красиво что еще у реплики ну сразу бросается в глаза очень плохое качество покраски и отделки такое ощущение что она во первых уже бы уж на и потому что здесь какие то есть царапины какие-то у помарки такие как будто вот уже и щука неоднократно кусала и неоднократно ее бросали и где только она не была крючки сказать заметно конечно хуже да они вроде неплохие но не такие конечно острый как на оригинале и они немного идут поменьше каркас здесь также выполнен уже из проволоки то есть это очень хорошо заметно на заднем конце где состоит он как раз таки ушка то идет из проволоки на оригинале здесь уже получается цельная пластина выполнена реплика обошлась мне в 650 рублей что очень дешево если бы конечно это был оригинал потому что это раза в два то и в три дешевле чем оригинал 650 рублей конечно если честно я был разочарован качеством потому что ну за эти деньги можно взять что-нибудь хорошие не обязательно брать именно скажем так какие-то копии конкретной модели а взять ну скажем тоже лаки джона там хорошие приманки выполнены очень хорошо очень качественно и с цена там даже будет ниже тот же скажем взять у меня последние рыбалки хорошо так тоже себя проявляет в этом году лаки джон софт вип на урвать даже за 400 рублей но так мы там 500 600 700 800 рублей если прямо в магазине брать там качество на ура выполнен хорошо играет отлично и никаких претензий нет здесь за 650 рублей ну явно откровение такое что но не тянет на эти деньги цена ему рублей если честно 200 300 потому что компания б тоже делает неплохие копии ценник там может совру ну там что в районе 400 по моему рублей или может чуть больше тоже заходил магазин над у компании герман есть похожие модельки тоже то есть копии визуально то есть придраться не к чему выполнены довольно хорошо и у них уже каркас сделан не из проволоки а тоже из пластины и цена по моему заходил что-то 440 рублей что касаемо игры взяла его на рыбалку решил посмотреть как он играет под водой в принципе она очень таки схожи и какого-то большого сильного различия нет в принципе все так же немножко мне кажется что все-таки чуть-чуть радиус игры поменьше у реплики но в целом в целом каких-то кардинальных изменений я бы не сказал такая же вибрация даже чуть-чуть по вроде как побольше даже чем на оригинале особой разницы я никакой не нашел большой по крайней мере в игре плюс минус все то же самое но что повезло на рыбалке проплыла мимо щука у реплики не знаю не хочу говорить и утверждать что это приманка не ловит я безусловно верю что можно и на нее неплохо думаю ловить но щука прямо проплыла подплыла к ней постояла приманки и вообще никакого ноль внимания как будто и и и нет поплыла дальше наверное какая-то была может на не голодные либо там может какие-то погодные условия на нее влияли в тот день в общем клюнуть на отказалась вот ну что по итогу могу сказать давайте кстати еще вам покажу который у меня милый тоже оригинальный вот он такой вот ратлин глаза у них немножко кстати от отличаются качество тоже помимо того что качество покраски прорисовки не самое хорошее ну и сама скажем так чуть-чуть небольшие есть но такие огрехи то есть оригинал у него более здесь такие острые углы у реплики более такие заглаженные взвешивать я вам не буду показывать там два-три грамма если отличается какая разница и отличается ли не отличается вообще не вижу в этом смысла по итогу что могу сказать приманку я никому не советую такую по крайней мере за такие деньги ей цена я считаю рублей 200 ну 300 край 400 рублей но никак не 650 за которые я и взял за эти деньги можно куча вариантов купить хороших те тот же самый можно взять хороший ратлин это могу посоветовать принципе вот целая мне коробка не могу это 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 сейчас скажу это да нарвал кэнди вип цена у него тоже в районе 600 рублей хороший отличный ратлин ловистый ну и как говорится без всякой поле выполнен отлично а вот давайте я вам тоже покажу что касаемо вот это у нас лаки джон вип софт вот тоже такое уже у меня маленького он покоцанный боец потому что немало щуп он уже поймал в этом сезоне и блин все хорошо качественно сделан претензии никаких и учесть сколько он уже перетаскала щук то состояние его очень даже хорошее поэтому смотрите когда будете покупать то есть не попадитесь продавец кстати почему-то там задавали вопрос спрашивали оригинал не оригинал продавец молчит не отвечает умалчивает вот и ну и говорю смотрите то есть все таки на упаковке на упаковке и визуально тут конечно сразу все понятно спасибо всем что смотрели и всем пока до новых встреч